По традиции, перед началом уборочных работ на базе одного из лучших хозяйств лидеров собирают всех фермеров и руководителей, чтобы оценить готовность, поделиться и обменяться опытом. В этот раз семинар совещания прошло в ООО «Рассказовская». Все участники семинара были приглашены в Котовское отделение ООО «Рассказовская». В одном из лидирующих в Рассказовском районе хозяйства и сейчас, в преддверии уборочной страды, стараются приобретать новинки. Буквально на днях завершится строительство зерноочистительного комплекса. ЗАВ-100. Обычные в районе, и у нас хозяйств ЗАВ-40. То есть они пропускали 40 тонн в час зерновой массы. Наш современный пропускать будет 100 тонн в час. Ну и потом еще технология, чем хороша ЗАВ-100, пойдет зерно, если необходимость будет на сушилку. Теперь зерно идет потоком из сушилки в охладитель, что заметно экономит время. Ну и потом, обычно вот мы ждем 10-11 часть, пока роса спадет. А здесь мы можем начинать в 8 часов уже работать. Пусть немножко будет влазно, один-два процента будет повыше, мы за счет сушилки будем сбивать температуру и засыпать зерно. Новые складские помещения также были показаны участникам семинара. В этом году в хозяйстве Рассказовское планируют собрать около 30 центнеров с гектара. За дел хороший, говорит генеральный директор, пересева не было. Так что рассчитывают на неплохой урожай. Поэтому и необходимо дополнительное помещение для зерна. Далее для участников экскурсия по полям. Свекла. Сейчас по всему Рассказовскому району идет сокращение посева в два раза. В ООО «Рассказовском» отметили, что с этой культурой основная проблема – сбыт. Потому что в Никифовку возить очень далеко, очень большие затраты. Ну, если откровенно сказать, постепенно будем уходить. Потому что возить слишком далеко, слишком затратно. Потом поздняя культура, поздно убирается. Ну, а так урожай нормальный. Думаю, что мы вовремя справимся. Техника готова, люди подготовлены, настрой хороший. Все будет в порядке. Из новинок – кукуруза. Ею засеяно 600 гектаров. Культура хорошо развивается. И в хозяйстве планируют получить большой урожай. Зерновые культуры не отстают. Уже со следующей недели начнется их уборка. В хозяйстве весь семенной фонд проходит обработку. Агрономы используют удобрения, ведут борьбу с вредителями, удаляют сорняки. Соответствующая техника в хозяйстве имеется. Для обработки земли, для полива и опрыскивания. Комбайны. Причем на сегодняшний день все оборудованы кондиционерами. Приобретается техника за счет кредитов. Все трактора, в принципе, у нас, в заключении отечественных, иностранные, и комбайны, все они оборудованы кондиционерами. В жаркую погоду они, в принципе, неудобства не испытывают. И все задействованы, есть механизаторы на них, опытные. Нагрузка на комбайне, на спротиве 500 гектаров. Это большая нагрузка. Все куборочные у нас техники. У нас есть комбайн Макстрон, это герман, фирма Гримм. В прошлом году у нас убрал примерно 900 гектаров. И в этом году у нас там 700 гектаров, и он, в принципе, справится. В этом хозяйстве куборочной готовы. Представители других перенимают опыт, спрашивают, советуются. В этом году в районе ожидают меньше по сравнению с прошлым урожай. Причина – погодные условия. Повлияло в основном на урожайность зерновых культур. Это отсутствие осадков в весенний период. В весенний период, это начиная с середины апреля, и практически весь май до конца мая не было осадков. Это повлияло особенно отрицательно на развитие азимых культур и яровых зерновых культур. То есть не получили развития у азимых культур дополнительные побеги. Они пошли только, начали свое развитие после выпавших осадков в конце мая. Ну и не получили также развития, нормального развития яровые и зерновые. То есть скущение прошло не на должном уровне. Не так, как хотелось бы. По району в целом же рассчитывают на хороший урожай кукурузы. Большую же площадь и основную долю урожая, как и в прошлые годы, занимает ячмень, азимая яровая пшеница и горох. Наталья Киселева, Алексей Степанов. Новости ТВ Рассказово.